Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшие макароны с сыром. Здесь у нас такой салат консервированный, который мамочка готовила на следующую зиму. А Айка начала кушать прямо с этого лета. Рецепт, кстати, на вот эту штуку я вам оставлю в инфобоксе. Я уже попробовала. Она есть, честно, со стринкой. Не знаю, смогу ли я, не смогу ее есть, потому что очень остро. Здесь у нас с вами оливки. Внутри оливок здесь болгарский перец красный. Это покупные. Здесь сосиски. Сосисок было больше. Я испугалась, что всю эту гору я не смогу съесть. Конечно же, романтическая атмосфера, которую я сейчас создам для нас с вами. Хорошо, что есть ногти. Половина ногтя расплавилась. Слава богу, есть ногти. А то бы пальца бы не было, башка бы палец. И давайте приступим. Не будем терять ни минуты. Ой, какая вкуснятина. Ой, приготовила сама этот деликатес. Вы, наверное, не умеете макароны готовить. Поэтому в инстаграме я вам показала. Очень вкусная штука. Если вы любите острое, прям вообще бомба. Оставлю ссылочку. Прям даже не ожидала, что будет настолько вкусно. Сегодня советовалась с вами, что хочу перекраситься. Но вы меня неправильно поняли. Я хочу перекраситься не прям такой, знаете, черный цвет, отдающийся в синее. Но я хочу свой натуральный, который растет у меня отсюда. Проблема заключается в том, что у меня в волосах очень много рыжего пигмента. Волосы на солнышке выгорают. И получается, что у меня кончики рыжие. Такое ощущение, что я сделала амбре. А мне вот эта вся тема... Вообще не нравится амбре. Я не хочу себя. Так же, как лесенку. Так же, как челку. Это не мое. Вот Фатя хочет себе сделать челку. Я не то, что против челок. Возможно, кому-то идет. Но в последнее время все реже и реже мы можем встретить человека, кто ходит с челкой. У меня даже брат... У него лоб просто огромный, как минное поле. И то он, знаете, уменьшил свою челку. Как вкусно, ребята. Сегодня влога не будет. Поэтому сегодня будет много историй. Хотела снимать день красоты. На лазерную эпиляцию надо. На коррекцию. Перекраситься хотела. Переделать ногти. В общем, привести себя в порядок. Раньше любила только маслины. Оливки не любила. Сейчас, вы знаете, я ем все. Единственное, я не люблю плов. Не знаю, как там. Не фанатка. Конечно, могу съесть. Но не прям, знаете, кайфую от плова. Такого нет. Просто, чтобы с голоду не умереть, могу съесть. Многие меня спрашивают, почему я не готовлю. Дело в том, что бабушка, она не ест все, что попало. То есть, то, что приготовлю я, она, скорее всего, с 90% вероятностью не съест. Не потому, что я готовлю плохо, а просто потому, что она любит убеждаться в продуктах, которые она ест, со 100% уверенностью, что это деревенское, что это без химии. Например, майонез, кетчуп, не знаю, сырный соус. Она все это не ест. Чипсы, сухарики. Мясо тоже, знаете, выборочно. Поэтому в этом плане она немножко сложный человек. Я могу, например, приготовить огромную кастрюлю, а в конце бабушка скажет, что она это есть не будет. А куда это девать? Я снимаю мукбанки, и каждый день мне нужно что-то разнообразное. Поэтому бабушка предпочитает сама себе что-то готовить. Так что не переживайте. Некоторые пишут, вот, Айка, ты каждый день ешь разнообразную пищу. А что ест бабушка? Бабушка там голодная. Нет, ребят, не переживайте. Все замечательно, никто не голодный. Сейчас вообще не те времена, чтобы кто-то был голодный. Все хорошо. Вообще, я поражаюсь, когда бабушка рассказывает о том, что у нее были дети, и вот что она приготовит. Все семеро детей ели. С удовольствием. И без вопросов. Смотришь на поколение нынешних детей, я это не буду, как будто в ресторане. Каждый что-то заказывает. Сложно мамочкам. Вот говорят, появились стиральные машины, появились памперсы, стало проще. Но так же и поменялись дети. Теперь дети другие. Раньше, что не приготовил, съедалось без вопроса. По крайней мере, по словам моей бабушки. Все с удовольствием все кушали. Привет, Айка. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что девушка занимается боксом более 10 лет. Я не вижу здесь ничего, знаете, криминального, но человек занимается спортом, здесь нет ничего плохого. Наоборот, плохо, когда ничего не делаешь, сидишь дома. Здесь есть какое-то увлечение, мне кажется, только плюс. Многие, например, жалуются, вот нынешние дети только с телефонами сидят. Я помню наше детство, друг друга мочили. Зачем? На улице все, что угодно может произойти. Дома в безопасности, ребенок сидит с телефоном, как-то развивается. Вот реально начала смотреть бьюти-блогеров. Я узнала, не знаю, про такие марки, как Huda Beauty, Urban Decay. Мне вообще элементарно просто покажи палетку теней, не говори, что за фирма по дизайну. Я уже могу определить, что за бренд. А что плохо, что-то знать, это всегда хорошо. А ребенок будет смотреть то, что ему интересно. А может, визажистом станет. Или тоже блогером топовым. Почему нет? То есть сейчас куча возможностей, и это очень круто. А насчет бокса, это круто. Мне всегда нравилось, когда девушка в профессии, так скажем, в какой-то мужской. Она прям как нам, как цветочек, мне кажется. Вот я в строительном бизнесе чувствую себя такой девочкой-девочкой. Следующий вопрос. Какой школьный учитель оказал на тебя наибольшее влияние и почему? Дело в том, что в школьные времена я не любила школу вообще. У нас была учительница по обществу знанию, к сожалению, не помню, как ее звали. Но несмотря на то, что никто не хотел учиться, она настолько искренне пыталась научить нас чему-то. Я один раз ей нахамила. Настолько жалею, что я ей нахамила. Потому что сейчас я понимаю, что учитель это человек, который учит тебя всему. Эти знания, которые она тогда давала, потом в универе, мне очень даже пригодились. То есть всегда были учителя, которые делали вид, что они хотят тебя чему-то научить. Им самое главное было, что отработала свои часы и все до свидули. А это учительница по обществу знанию. Она была новенькая в нашей школе, но несмотря на это искренне хотела чему-то научить, привить любовь к этому предмету. Очень крутая учительница. Жалко, что тогда я это не понимала. Я однажды ей нахамила. Даже не хочется комментировать, как я была полностью не права. Но в тот период вообще 14-15 лет вам кажется, что вы все понимаете, вы уже взрослые. Но проходит время, и ты понимаешь, насколько в тебе играл юношеский максимализм. Просто хотелось выпендриться, показать себя. Сейчас, например, поливать. кто что подумает о тебе. А тогда хотелось как-то самоутвердиться, что вот, посмотрите, какая я крутая чувиха. сейчас, конечно, понимаешь, насколько это все было глупо. Моя первая учительница, я не помню, как ее звали, но я не могу сказать, что прям я так люблю свою первую учительницу. Меня перевели в другой класс, более слабая, потому что я не знала русский язык, мне было очень тяжело. Дети меня догоняли, я не успевала. А на вступительных экзаменах, можно сказать, в первый класс нас проверяли на знания, например, математики, на знания элементарных вещей и определяли в более сильный или в более слабый класс. Когда проверяли, там были вопросы как-то по математике. Я на все ответила, но потом я обнаружила, что русский язык я знаю очень плохо и мне тяжело было. Каждую перемену я боялась. Блин, опять перемена. Кто-то подойдет, что-то скажет, а я по-русски не бум-бум. Просто было стыдно от самого присутствия себя на уроке. Это очень тупо, но это факт. Ребяточки мои, я наелась просто так оливки без ничего невкусно. Остались бы макарошки с хомячила. Было безумно вкусно. Экономия. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Пока.